Доброго дня, дорогие друзья! И мы переключаемся сразу же в аудиторию Московского государственного университета имени Ломоносова на лекцию доктора биологических наук Анвара Джураевича Исмаилова. Тема лекции – морская биолюминесценция. Продолжение следует... ...в том, что это явление настолько экзотичное, настолько необычное, настолько привлекающее внимание, что мне хотелось бы поделиться с вами теми достижениями и той информацией, которая накопилась на самом деле, поскольку я занимаюсь этим делом в течение 40 последних лет, накопилась у нас в стране, в бывшем Советском Союзе, в России и в мире по биолюминесценции, особенно по морской биолюминесценции. Причина еще в чем заключается? Дело все в том, что мало того, что это привлекательное и уникальное явление природы, сейчас это явление природы в огромном количестве используется в практических задачах медицины, биотехнологии, охране окружающей среды и экологии. Вот. К сожалению, последние 30 лет привели к тому, что эти школы, которые существовали у нас в стране, эти школы немножко потеряли свою значимость в силу целого ряда причин. Я хочу вам сказать, что на самом деле биолюминесценции – это явление, которое впервые в нашей стране было на самом деле исследовано в городе Красноярске, как это ни странно, и благодаря им, благодаря Институту биофизики в Красноярске удалось достигнуть очень многих, на самом деле существенно был прогресс достигнут в целом ряда направлений. Вот я хочу с вами, прежде чем мы перейдем конкретно к биолюминесценции и будем рассказывать о том, с чем мы сталкиваемся в природе, я хочу вести вас все же договориться с вами о дефинициях. Потому что очень часто сейчас люди жаргонят и не понимают того, с чем мы сталкиваемся. На самом деле биолюминесценции – это совершенно узкий раздел, очень небольшой раздел, в принципе, люминесценции, то есть излучение света различными веществами или молекулами, и их люминесцентных реакций существует огромное количество. И, к моему превеликому сожалению, очень часто термины флуоресценции, хемиолюминесценции, биолюминесценции начинают смешивать в одну кашу. И поэтому я вынужден сейчас перед вами встать, так сказать, на определенные позиции. В любом варианте мы имеем дело с одной простой формальной, физически формальным процессом. Это в конечном итоге любая, будь это физическая, химическая или биологическая люминесценция, мы имеем дело с переходом электронов, молекулы с основного уровня на возбужденный некий уровень, на высшие энергетические состояния. В результате поглощения определенной энергии – это может быть свет, это может быть температура, это может быть электрическое поле, и могут быть химические или биохимические реакции. А возвращение назад электронов к основному уровню приводит к тому, садись, приводит к тому, что запасенные энергии спускаются в виде фотонок или квантов света. И вот так надо нам сейчас исходить из того, что мы в биолюминесценции имеем дело с ферментативно-катализируемой реакцией, приводящей к генерации света. Понимаете? Генерации света в принципе, я сейчас это самое скажу, чтобы вы не путались, есть и флуоресценция, и фосфоресценция, и термолюминесценция, и другие виды свечения. Это никакого отношения не имеет к биологической. Катализируемые ферментами не имеет никакого отношения, и поэтому я вас очень прошу, никогда не путайте флуоресценцию с люминесценцией, фосфоресценцию с биолюминесценцией. Пожалуйста. Это для меня самое главное, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. И для того, чтобы нам каким-то образом характеризовать процесс этот люминесценцией, мы вынуждены были использовать уникальную аппаратуру. Как это ни странно, ребята, биолюминесценция, это стало развиваться только тогда, когда были созданы условия, то бишь аппаратурное обеспечение. В чем оно заключалось? Тогда развивалась атомная и ядерная физика. И надо было регистрировать излучение, которое возникает в результате физических и химических реакций. И в 50-е годы, в 60-е годы вовсю развивалась на самом деле техническая база, которая позволяла регистрировать люминесценцию, в том числе биолюминесценцию. И биологи должны быть страшно благодарны физикам, которые создали уникальную совершенно аппаратуру. Это фотоэлектронный умножитель. Если у вас излучается свет, то он попадает на фото... Вот самые примитивные установки были раньше сделаны. Но вот тут на фотокатоде, на фотоэлектронном умножителе, при том, что прикладывается мощное электромагнитное поле порядка киловатта или двух киловатт, у вас электроны выбивают с фотокатоды. Другие, значит, электроны, которые ускоряются в электрическом поле, дают нам выходы электрический ток, который регистрируют. Вот такими простыми аппаратур... Раньше были установки размерами с метр, с полтора, потом они миниатюризировались. В настоящее время для регистрации света современная техника позволяет использовать регистрирующую аппаратуру размерами сигаретную коробку и так далее и тому подобное. И поэтому, благодаря тому, что мы могли регистрировать очень просто и очень чувствительно световые кванты, вплоть до единичных квантов, которые спускаются в пробирки, с твердых каких-то подложек и так далее, мы существенным образом продвинулись в области биолюминесценции. Так же, как и продвинулись химики в области хемилюминесценции, физики в области термолюминесценции и так далее. Так вот, на самом деле, ребята, оказалась такая вещь, что мы использовали, нам подарили физики это дело, мы использовали это для того, чтобы понять уникальное явление природы. Природа – это излучение света биологическими объектами, а внутри этих объектов – биологическими ферментными системами. История с биолюминесценцией совершенно уникальна. Дело все в том, что в мире давным-давно, еще со времен Аристотеля, описывалось явление свечения морей и океанов. Это явление, которое приводило людей к совершенно мистическим представлениям, легендам и мифам о том, что возникают в океанах и морях, возникают какие-то удивительные светящиеся поля, возникают удивительные светящиеся прибои, возникают молочные какие-то на поверхности молочные слои, по которым плывет корабль, серебристые какие-то облака, которые на поверхности океанов и морей, по которым движутся разнообразные объекты. Это привело к тому, что возникла куча легенд, в том числе легенды, которые являлись на самом деле в те времена жуткими и очень неприятными. Дело все в том, что и люди наблюдали и живые объекты, которые на самом деле плавали в морях и океанов и придавали им какие-то свойства. Они светились, они излучали свет. Это чудовища, которые были различных форм и размеров в морях и океанах. И эти чудовища, излучая свет, конечно, наводили на рыбаков ужас и на самом деле вызывали массу легенд. Совершенно удивительным образом вот здесь снят прибой, когда у вас начинается вблизи Земли мощное совершенно свечение. Но это же свечение возникает, когда идет цунами. Когда гребень волны сверкает серебристым светом, и эта жуткая многометровая волна надвигается на город, сияя всевозможными всплесками, сполохами огня, это, конечно, наводило ужас на людей. Никто до середины XIX века ничего не знал про то, что это свечение морей и океанов может обеспечиваться живыми организмами. То, что плавали у вас всевозможные организмы, крупные, мелкие и так далее, излучали свет, это была одна сторона проблем, этого понять люди не могли. Страшное зрелище представляли из себя выброшенные на берег трупы, морских животных, которые ночами светились. Еще жутче выглядели трупы людей, которые на береге уже в обычных условиях начинали светиться, погибших людей, которые начинали светиться. Никто не понимал ничего. И, наконец, в середине XIX века все же люди задумывались о том, что, может быть, это свечение связано с живыми объектами. И тогда возник термин свечения живых объектов или биологические свечения. Но биолюминесценции термина не было. Этот термин возник на самом деле, биолюминесценции, очень поздно. Он возник где-то в середине, там, в 50-е, 60-е, 50-е годы. До того по-другому это все называлось. Люминесценция, люциферазная реакция, фосфорисценция и так далее. Хотя никакого отношения к тому, что мы наблюдаем здесь, это не имело. И к настоящему времени накопилось огромное количество фактов, которые мы на самом деле видим, знаем, но объяснить не можем. Это люминесценция огромного количества живых объектов, которые находятся в основном в морях океана. Для того, чтобы нам все же отбросить некие моменты, связанные с люминесценцией земных существ, мы с вами все же давайте о них вспомним немножко. Вот перед вами свечение разнообразных, разнообразных на самом деле жуков, различных насекомых и различных моллюсков, червей. Дальше будут грибы, которые излучают биологический объект, которые излучают свет, живя на земле. Понимаете, вы хорошо знаете, что гуляя ночами на южном побережье Кавказа или Крыма, вы сталкиваетесь со светящимися светляками, которые на самом деле в определенных участках своего тела имеют на самом деле светящие органы. Мы потом с вами узнаем, зачем это нужно. Но сам факт, что ночами вы видите светляков, которые летают, у которых есть светящиеся участки тела, которыми они привлекают, как бы, я это развенчиваю, как бы привлекают особи другого пола, это все хорошо известно. Есть черви, есть на самом деле, сейчас мы еще следующий слайд покажем вам, на самом деле есть и грибы, светящиеся грибы. Вот черви, кстати, я поспешил вам заявить все это дело. То есть по земле шляется огромное количество светящихся организмов, но это огромное количество на самом деле исчисляется единичными особями, видами. Это десятки, допустим, у вас светляков, это десятки, в пределах десятков, это грибы, это у вас черви, которых находят там где-то. Их немного видов, ребята. Вы поверьте мне, на самом деле, это очень маленько светящиеся вот эти виды, это очень маленькая доля от несветящихся, которые насемляют землю и земной шар. И мы не будем сейчас говорить, зачем грибы светят, зачем черви светят, зачем у вас светят светляки. И мы это попозже с вами обсудим, но факт есть. И вы это увидите даже вот здесь, в Подмосковье, вы увидите светящиеся объекты. Но, к сожалению, ребятки, оказалось, что в исследовании биолюбнесенции земные объекты не так привлекали внимание, как морские объекты. По одной простой причине, что в морях и океанах теперь, теперь, несмотря на что, то, что мы практически не знаем, что там происходит, мы едва-едва коснулись жизни в морях и океанах, находится свыше 80, по некоторым данным, 90% светящихся организмов. И вот те неморские светящиеся организмы, как бы считается, хотя это все на пальцах, что они вышли из моря, приспособились к жизни на Земле, и у каких-то из них остались возможности светить, излучать свет. И какую функцию несет свет у земных организмов, сейчас я вам говорить не буду, мы потом с вами обсудим. Итак, мы переходим к морским организмам. И удивительный мир морских организмов. В морях и океанах у вас находится огромное количество разнообразных светящихся объектов, которые имеют не только причудливые формы, свои виды, свои размеры, свои, но они еще и ничего общего между собой, как по видам, так и по структуре излучательной системы не имеют. И поэтому я вот прошу вас только одно, чтобы вы обратили внимание, что среди различных объектов, самые простые сейчас разнообразные, значит, объекты простейшие, там, я не знаю, одноклеточные организмы и так далее, среди них огромное количество светящихся объектов. Среди морских организмов и неморских, я не знаю, сказал я вам или нет, имеется около 700 открытых сейчас видов из 30 семейств, которые на самом деле способны излучать свет. У одних это излучение света идет по всему телу, у других какие-то фрагменты тела, у третьих это дело, это происходит не только во фрагментах, но и во внутренних органах. И поэтому говорить о том, что те или иные объекты единообразны, мы не имеем права. Посмотрите еще на светящийся объект, посмотрите на совершенно совершенно замечательные медузы, совершенно замечательные морские звезды, удивительным образом оболочники, ну и прочие, значит, которые находятся в морях и океанах, и которые на самом деле живут как обычные, не светящиеся, родственные им соединения, но почему-то излучает свет. Мы с вами, вот, я попрошу мне помочь и коллективно потом обсудить, зачем светят они? Вы посмотрите, это низшие вообще объемы, низшего развития, низшие существа, и они прекрасно, совершенно, в течение длительного времени, развиваясь, порождают себя подобных, заставляют эти себе подобные существа светить. И, наконец, мы пойдем дальше, ребятки, я вам все это делаю, вы посмотрите на креветок, посмотрите на разнообразных, значит, червей, понимаете, разнообразные червей, креветки, и все это на самом деле находится в морях и океанах, и все это светит, светит. Причем это происходит у разных объектов, по-разному, с различной интенсивностью, с различной длительностью и с различными, на самом деле, спектрами излучения. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы поняли, что никакого единообразия по характеру свечения, по интенсивности эмиссии, по спектрами эмиссии у морских светящихся организмов нет. И вот среди этих светящихся объектов огромную долю занимают рыбы. Посмотрите на эти рыбы. На удивительные объекты, что у них, у них есть светящиеся органы, и есть еще фотофоры, условно, на самом деле это одно и то же. Просто часто очень разделяют просто световые органы у рыб и разделяют фотофоры. Световые органы как бы отдельно вынесены, считаются, а фотофоры находятся на теле рыбы. Скажем, но это все тавтология, реально, на самом деле, что фотофоры, что световые органы, у рыб это одно и то же. Среди рыб разнообразное совершенно существование объектов, которые, вот смотрите, еще рыбы, которые излучают свет. Мы с вами будем говорить о том, что у некоторых рыб это все на самом деле свет может излучаться, вот скажем, подглазничными, вот у этой рыбы, подглазничными фотофорами, а может излучаться и удочками, так называемыми, которые вот на предыдущем слайде, посмотрите повнимательнее, на предыдущем слайде эти удочки, вот они, весят надо ртом, и на самом деле они загораются. Поразительная вещь. Ребята, голодная рыба зажигает себе этот фонарик. Это такая наглость несусветная. Она зажигает фонарик, все идут туда, она их поедает, понимаете, они бедненькие, бегут на свет, она довольна, гасит свой фонарь, поела, покушала, удовлетворила свои животные инстинкты и все закончила с этими бедными существами. Фотофора, которая находится на различных участках рыб, причем, я подчеркиваю, очень важный момент, ребята, это видовая специфичность. У каждого вида расположение фотофоров на теле рыбы свое. И на самом деле до настоящего времени непонятно не только как они эволюционно закрепились у этих рыб, непонятно и их функция. Но, тем не менее, известно из несчастного этого 1% исследования, которое мы провели до настоящего времени по выяснению, по идентификации объектов в морях и океанах, причем точечно, спускаются в какие-то точечные глубины в Тихом Атлантике, в Северной Америке, в районе Бермудских островов, в Японском море и так далее. Мы на самом деле имеем очень фрагментарное представление о том, какие же рыбы, где они находятся, какие у них на теле находятся фотофоры и как они излучают свет. Тем не менее, вот то, что мы имеем, то мы имеем. И, наконец, любимые всеми нами кальмары, головоногие и моллюски, которые на самом деле тоже излучают свет, среди которых наиболее известен и наиболее изучен, это гавайский кальмар. И этот гавайский кальмар, он глубоководный и все прочее, у него свечение было предметом исследования огромного количества людей, ну, на гавайи же хорошо исследовать, как вы понимаете, это не ядовитый океан. И, конечно, его раздраконили очень прилично. И мы с вами вот сейчас, я вкратце вас ввожу в то, что объекты светящиеся многообразны, интересны, и это только маленькая толика из того, что мы сейчас имеем имеем среди светящихся объектов. Есть и комбинированное свечение, разные типы свечения, и тем не менее, мы должны признать следующее, ребята. В принципе, все светящиеся объекты, которые находятся в морях и океанах, разделяются на две, на два класса. Одна группа организмов имеет собственную излучательную систему. Другая группа имеет симбиотические светящиеся бактерии, которые сидят у них в световых органах, фотофорах или в других каких-то местах, и которые за счет симбиотических бактерий эти рыбы, кальмары и ряд беспозвоночных, они светят. К счастью, ну, считается так, что на самом деле одни ухитрились приспособиться к симбиозу со светящимися бактериями, у других организмов получили от светящихся бактерий генетический материал, который так или инче соединили со своими ДНК, ухитрились его использовать для того, чтобы синтезировать излучательную систему собственную. На самом деле, в настоящее время, это хоть постулат, но изучено и исследовано очень малое количество объектов. И вот эти светящиеся бактерии, которые на самом деле никогда не являлись предметом таких внимательных рассмотрений, в настоящее время считается, что это основа светящихся организмов. светящиеся бактерии наиболее древние объекты, которые имели возможность светиться, светятся они зеленоватым, голубоватым или желтоватым светом. Эти светящиеся бактерии ухитрили сохранить в течение огромного времени эволюции, сохранить возможность существовать в симбиотических отношениях с рыбами, кальмарами и другими организмами. И считается сейчас, что на самом деле вся биолюминесенция морская и так далее в основе своей опирается на светящиеся бактерии, которые наиболее древние, которые передали генетический материал этим объектам, если не включились сами в симбиоз с этим объектом. И вот мы с вами начинаем думать о том, что же это за объекты, где они светят и зачем они это делают в океане. Поразительная вещь, ребятки, независимо от того, какие это у нас объекты, от бактерий до, скажем так, моллюсков, излучение света происходит в основном в сине-зеленой области спектра. Ребятки, большинство, 90% всех объектов, которые находятся в морях и океанах, светят на самом деле вот в этом узком диапазоне от 450 до 550 нанометров. Считается, что именно этот диапазон хорош для того, чтобы свечение передавалось на очень большие расстояния, хотя реально оно не такое и большое. Целый ряд объектов вот на самом деле передают излучение вот в этой вот области. И мы должны понимать, что для того, чтобы регистрировать это свечение, нам нужны на самом деле аппаратурные обеспечения, которая бы могла регистрировать именно данную, не красную, не ультрафиолетовую, а на самом деле видимый область спектра вблизи вот сине-зеленой такой эмиссии свечи. И действительно такая аппаратура была создана, и такую аппаратуру мы в батискафах использовали, и эта аппаратура была нужна для того, чтобы регистрировать свечение тех объектов, которые наблюдали в глубинах морей и океанов. Но теперь мы собственно с вами и должны сразу посмотреть на вот смотрите ребятки различный спектр различных объектов морях и океанов, но все же ребятки вы должны понимать, что все это концентрируется в видимом области. Почему это не в ультрафиолете? Почему не в красной области? Это никто не знает. Эволюционно видимо, для того, чтобы регистрировать это излучение, нужна была аппаратура фотодетектора, которая есть в глазах у каких-то других объектов, которые приспособлены именно к этой длине волны излучения. Итак, мы с вами столкнулись с тем, что на самом деле чрезвычайно разнообразны объекты, которые находятся в морях и оттягиваниях. Мы столкнулись с тем, что все эти объекты на самом деле мы делим на две категории. Симбиотические светящиеся бактерии, которые находятся у них в фотофорах или в световых органах, и собственное излучение там недоз, как и гидроидных полипов, червей, моллюсков и так далее. И все это было предметом исследований в течение последних 50 лет. Как это ни странно, ребят, я должен вам сказать, что основной прогресс в исследовании биолюминесценции на самом деле достигнут за очень небольшой промежуток времени, считаем, где-то с 50-х годов прошлого века по настоящее время. Причем, честно, если сказать, в настоящее время сугубо в прикладном аспекте развивалось, а вот предыдущие 50 лет выясняли и экологию, и биохимию, и на самом деле функцию свечения этих объектов. И вот все это опирается на те исследования, которые проведены были и нашими учеными из Красноярского, ныне Института биофизии Красноярсибирского значит Федерального университета. И вот и целым рядом исследователей из Америки это Гарвардский университет, Ильянойский университет, из Австралии, из Швеции и Японии. И вот все эти исследования были сначала сделаны ими, и объекты они вытаскивали из глубин океанов, были свои проблемы, ребята. Дело в том, что сохранить свечение этих объектов, когда их вытаскиваете из глубин, где там высочайшее давление, она к нему приспособлена, эта проблема сохранить эти объекты, сохранить возможность излучения света, очень была серьезной, тем не менее ее решили, и сейчас мы имеем большое количество объектов, которые охарактеризованы просто по спектрам эмиссии, по интенсивности эмиссии, по, на самом деле, морфологии и физиологии этих объектов. И, наконец, 10 лет тому назад была создана единая вот эта карта биолюминисцирующих организмов от бактерий до грибов, и эти биолюминисцирующие организмы, я специально беру вот старую карту, которая была у нас сделана еще 10 лет тому назад, и ясно совершенно, что вот у нас все эти объекты распределяются по определенным критериям, по определенным законам в некое древо, по которому мы, на самом деле, сейчас и ориентируемся для того, чтобы прилепить вновь открываемые объекты, а их открывают все больше и больше, к тому или иному семейству, или к тем или иным видам, или агентам. Итак, перед нами на самом деле все разнообразные объекты, которые излучают свет, но все они, какой бы свет они не излучали, если они его излучают, катализируют одну и ту же химическую или биохимическую реакцию. Ребят, вот вам нужно понять такую простую вещь. Это общая схема необходимых компонентов для того, чтобы процесс биолюминесценции происходил. Дело все в том, ребятки, что в процессе биолюминесценции участвует фермент люцифераза, участвует органический субстрат, некая органическая молекула люциферин и доноры энергии. Как вы понимаете, эти названия люциферина и люцифераза были взяты не с потолка, вы догадываетесь, что на самом деле по римской мифологии был такой падший ангел по фамилии люцифер, который низвергли в тартараре, который гуляет там под землей, растаскивает бедных, мертвых людей одних в ад, других в рай. Все это делает для того, чтобы в темноте ему там было видно хоть что-то, чтобы не перепутать, куда кого точить, он себе придумал систему света. Весь светится, весь бегает, его зовут люцифер. такая симпатяга под землей у нас гуляет. И вот благодаря ему люциферному этому существу и назвали до того называемый совершенно другими терминами вещества, и они сейчас прилепились, назвали люциферин органика, люцифераза, аза, фермент, и доноры энергии, которые дают энергию для излучения и у всех объектов. Но сейчас вы мне скажете, ребят, что вы нам говорите, люциферазы у всех разные, люциферины у всех разные, это общая схема. Ребят, это общая схема, и безусловно она только дает такую настройку, которая говорит о том, что нам нужно минимум иметь три компонента. Нужен нам фермент, это биолюминесценция, нужен нам излучатель света люциферин, это на самом деле субстрат, и на самом деле разнообразный донор энергии. И нужен кислород. Без кислорода свечение невозможно. И впервые о том, что кислород нужен для свечения, было показано на бактериях в серии в конце 19 века, когда наконец-то вытащили из воды эти светящиеся бактерии, поместили в колбу и стали взбалтывать эту колбу просто, чтобы турбуленции увеличить диффузию кислорода. И оказалось, что при диффузии кислорода свечение разгорается. Стоит вам перестать перемешивать, свечение гаснет. Но это, в принципе, оно есть. Оно есть там, оно существует, просто очень достаточно, достаточно несколько. Итак, постулат вот этот. Второй момент, с которым столкнулись исследователи, касался того, ребят, а что значит Люцифераза, что это за фермент, и почему он нужен нам для того, чтобы происходила генерация фотонов или генерация света. Первым делом у всех людей возникла такая вещь. Вот, смотрите, миллионы у нас несветящихся объектов, единицы у нас светящихся объектов. Давайте представим себе, что у светящихся объектов есть некий специализированный фермент, которого нет у других несветящихся объектов. И это Люцифераза. И значит, Люцифераза должны быть одного сложно устроенного типа, чтобы ухитряться, преобразовывать химическую энергию в световую. И это было в течение длительного времени такая идея и существовала. Страшная идея поднашла подтверждение, потому что ну никак не могли получить в бесклеточном экстракте у бактерий не могли получить светящегося фермента. Получалось, что он сложно устроен. Он на самом деле такой ранимый. И его легко очень потерять. И поэтому огромное количество объектов остаются темными, бедненькие. они потеряли возможность значит вот эту активную форму его сохранять. Все это оказалось полнейшей ложью. И теперь мы уже знаем, что на самом деле и люциферин, и люцифераза чрезвычайно различаются между собой. И что собой представляют эти вещества? Вот посмотрите на люциферин, на органические молекулы, которые одни из трех компонентов, нам нужны для того, чтобы произошло излучение света. Оказалось, что все это, все эти вещества, тут ложь насчет бактерий, это неправда, тут ошибка. На самом деле это какие-то гетероциклические соединения с сопряженными связями, с имеющейся сложной довольно электроструктурой и обладающей в общем-то мощным электронным мощным электронным молоком, который способно в результате химической каких-то реакций катализируемых люциферазы переходить в возбужденное состояние. Итак, люцифераза-фермент. Люцифераза-фермент, который способен увеличивать квантовый выход биолюминесценции на много-много порядка. То есть вот это излучатели, вот это у вас излучатель, они связываются на ферменте и в результате образовавшегося комплекса на ферменте на люциферазе происходит великолепная генерация света. Но все они разные. И значит, должны быть самые разные люциферазы. Первым делом разраконили люциферазовую бактерию. А знаете почему? Потому что с бактериями просто работают. Вы замучаетесь работать с объектами, там с моллюсками, с червями и так далее. Нужно огромное количество биологического материала, чтобы выделять фермент, чтобы с ним работать, чтобы сохранить его стабильность. Поэтому в настоящее время хоть и выделенные люциферин, это вот люциферин и бактерии. На самом деле у бактерий классический люциферин, это флорин мононуклеотид, но у ряда бактерий есть дополнительно еще одно ароматическое соединение, это люмазиновый белок, ой, люмазин, диметиллюмазин, который является предшественником биосинца рибофлорина и далее вот это флорин мононуклеотид. И вот перед вами люциферин. Боже же мой, как все расстроились, все думали, что это суперсложный белок, что его очень легко потерять, что у других темновых объектов его нет, потому что он так здорово устроен, что его легко ничего подобного. у всех объектов, где уже люциферазы выделены и идентифицированы, вот я вам бактериально эту сферу расскажу. Предельно примитивный белок, убогий совершенно, состоящий из двух полипептидных цепей, соединенных вместе между собой, нет ни металлов, ни простатических групп, ничего в нем интересного нет. И подобного типа люциферазы были идентифицированы и в других объектах, понимаете, в медузах. Более того, если вы возьмете знаменитые фотопротеины, те белки, которые сейчас используются в качестве маркеров для того, чтобы следить за целым рядом биохимических процессов, вы знаете про то, что есть так называемые GFP и им подобные белки. Знаменитые белки, которые были открыты в медузах, которые сейчас являются маркерами или датчиками на огромное количество геноинженерных биотехнологических процессов, хотя я буду рассказывать, так у них вообще один пептид двадцатитысячный, и они умеют преобразовать химическую энергию в световую. Что-то мы тут недопонимаем, я вам скажу. Честно, если сказать, чтобы с такой высочайшей эффективностью биологической структуры при положительных температурах в жидкой среде с эффективностью достигающей по квантному выходу 0,5 единицы это вообще одна молекулосубстрат, один квант. Чтобы 0,5 получался выход фотонов на молекулосубстрат, это надо ухитриться. И многое значит, мы не понимаем, как происходит физическая химия, преобразование химической энергии в световую, мы этого не понимаем. Поэтому огромное количество разнообразных механизмов было придумано все на пальцах для того, чтобы сказать, что этот просто устроенный тупой белок, в котором ничего нету, он вот ухитряется и это делает. Ребятки, просто так, это, к сожалению, только на пальцах. Мы чего-то тут недопонимаем. Мы не понимаем, как 20-тысячный один полипептид, состоящий из одних аминокислот, может преобразоваться в высочайшую эффективность химическую энергии в световую. Этого мы не понимаем, и вот бисубединичное строение тоже нам не дает ответ. Тем не менее, схемы, которые сейчас очень пропагандируются, схемы довольно примитивные. У вас люциферин связывается с люциферазой, с наносекундным временем распада дает кванты света, и в основе всегда этих преобразований образования возбужденных состояний существует пероксидная связь, разрыв, который дает молекулу в возбужденном состоянии, и там продукты, и в конечном итоге излучается квант света. Вот такая примитивнейшая модель, которая на самом деле ничего не говорит, ни о какой физической химии. Она говорит об органической молекуле, она говорит о кислороде, и она говорит о ферменте, о фотонах, которые у вас выпускаются. Все. И на этом мы, казалось бы, должны были бы остановиться. И вот такие схемы были привязаны к механизму преобразования энергии. Сейчас я у бактерий, где флавин мононуклеотит, классический вот этот кромофор, который является люциферином, излучает квант света, к динофлагелятам, у которых люциферин вот такую имеет структуру, и которая тоже дает продукты в возбужденном состоянии с излучением квантов света. И дальше у вас есть еще знаменитый целентерозин, который является одним из основных люциферинов в природе беспозвоночных и светляковый люциферин, люциферин светляков. И вот для всех этих как бы органических молекул расписаны химические реакции, которые позволяют говорить о том, что вот таким-то путем с участием ферментов люцифераз у нас химическая энергия своскоэффективно преобразуется в световую. И это действительно расписано, и это принимается. Но в основе все равно у нас, ребятки, лежат бактерии. Мы ему привели к ну, с одной стороны, к сожалению, вот, потому что мало очень изучено объектов у нас по механизму преобразования энергии. Люциферин у нас идентифицирован, вот эти вот люциферин, у семи, допустим, каких-то видов, всего-то навсего, семь-восемь видов. Более того, вот последняя работа, последних пяти лет, проведенная в Институте биоорганической химии, позволили идентифицировать в первом приближении люциферина у червей, у каких-то грибов, понимаете, но все равно это сложная техническая лаборантская работа, где требуется огромное количество биологического материала, что выделить, идентифицировать люциферин, потом его синтезировать и посмотреть, действует ли он также с люциферазосинтетический люциферин с тричным синтезом. И только тогда можно было бы говорить. Поэтому сейчас, ребята, к моему превеликому сожалению, данных о том, какие люциферины у этих несчастных 700 видов, мы не знаем. Не знаем, очень малого количества мы знаем людей. Мы не знаем о люциферазах тоже очень многих видов, потому что нам тяжело выделять ферменты из разнообразных морских организмов. Сколько же надо нам набрать червей или моллюсков или там грибов, чтобы из них получить фермент в удобоваримом количестве, чтобы получить в кристаллической форме, охарактеризовать и дать представление о том, что в нем содержится. Поэтому сейчас мы можем говорить о только приближенной оценке тех люцифераз и тех люциферинов, которые участвуют в этом каталитическом процессе, которые выделены из ограниченного количества объектов. но поскольку бактерии наши любимые, они на самом деле элементарно растут в колбах, вы их выделили и все прочее, оказалось, что как раз на них в течение последних 50 лет больше всего и наработано. И вот эти и симбиотичные, и свободно живущие бактерии представляют у себя, их мало, ребят, их очень мало, все работают с 5-6 видами всего этих светящихся бактерий, хотя в настоящее время получены генноинженерными экспериментами, получено огромное количество микроорганизмов, в которых внедрен ген люцифераза и который способен светить. Но дикие типы, с которыми работают сейчас во всем мире, их всего 4-5 штук. В основном работают вибриофишери, вибриофарми, фотобактериум фосфорен и фотобактериум гулятмети. Часть из них является очень маленькой, это тоже обман небольшой, это свободно живущая планктонная форма. Ребят, на самом деле это гетеротрофы, они жрут органик, они на самом деле должны жить на органике, и растут они в лабораторных условиях, на среде, в которой есть источники, ну, аминокислоты, сахара и все прочее. И вот эти чертовые бактерии, которые мы сейчас вам демонстрируем, на самом деле великолепно культивируются в лабораторных условиях, и излучают фотоны. Причем эффективность излучения сине-зеленой, вот я вам говорил, зеленая, голубая, желтая, люминец, эффективность излучения этих бактерий, этих квантов света настолько высока, что их используют сейчас в качестве основного объекта для выяснения механизмов преобразования энергии. А вот это то, что вам понравится. Ребятки, я хотел притарабанить вам колбу со светящимися бактериями. Эти ленивицы, которые у меня работают, естественно, этого не сделали, и поэтому я вынужден вам показывать не вот так в руках полбаяц, а вот таким вот паршивым образом на слайде, что вот так действительно это так. Это светящиеся колбы, это светящиеся бактерии. И теперь мы возвращаемся назад, когда говорим о том, что светятся трупы, светятся различные объекты в морях и океанах, на берегах выброшенные останки морских животных. Это все на самом деле бактерии, которые на них живут, и в результате того, что они нет аэротроф, они кушают эти объекты, трупы, и они излучают свет. Понимаете? И так весело это все происходит, когда ты идешь, и у тебя на берегу лежит светящийся какой-нибудь трупик, и ты грустно на него смотришь и думаешь, и чего он светит у тебя? Чего он мертвый и зачем он светит? Это бактерии, ребята, это морские бактерии. Возьмете рыбу, выловите рыбу, поместите ее в прохладное место, морское морское, через сутки или двое у вас поверхность рыбы будет светить из-за того, что вы выточили светящиеся бактерии. Сначала все считали, что в морях и океанах светящиеся бактерии это особая совершенно группа, их тяжело выделять, тяжело культивировать и все прочее. Ничего подобного. Оказалось, что везде, куда ни плюнь, везде эти светящиеся бактерии есть, когда вы плывете в морях и океанах, у вас бактерии, вы их и пьете, и на поверхности у вас они живут, и ничего с ними они с вами не делают. Вот такие вот бактерии. И вот это основной объект морской биолюминесценции, который используется у нас сейчас для изучения в принципе целого ряда процессов. В первую очередь, какова же функция биолюминесценции, каково экологическое значение, зачем светит живой организм и каким образом происходит преобразование энергии. Вот то, что я вам когда-то в самом начале сказал. Вот, выделены в Индонезии, у берегов Индонезии выделены желтые брифиши РЕЛО-1, которые излучают желтоватую биолюминесценцию. Основной масса бактерий зеленой 490 нанометров и небольшие для гнатия фосфоремы светят при длине волны 476-480 нанометров. Почему? Уже выяснено. У них различные типы люциферинов, различные химические структуры люциферинов и дают они люциферина определяют положение максимума эмиссии света. И вот эти бактерии, как основной объект исследования биолюминесценции, стали изучать не только с точки зрения преобразования, но стали изучать, слушайте, а где же они вообще-то говоря находятся? Оказалось, всюду, от ледовитого океана до Антарктиды, в глубь, давайте посмотрим, вот у вас различные виды светящих, видите, как их мало, ребят, и они у вас на самом деле по всему земному шару раскинуты в морях и океанах. Это вот как бы условная такая схема, которая говорит о том, что все эти виды так и лимчат, в чем обращаю ваше внимание, что чем холоднее вид формируется и температурой, и кислородом, и условиям питания, оказывается, есть видовое распределение светящихся бактерий. И вот это видовое распределение не только по широте у нас происходит, но оно и в глубинах океана. Вот посмотрите, пожалуйста, сюда, ребят. Стали изучать на самом деле, ну это точечные эксперименты, которые были проведены в некоторых местах Атлантики, Тихого океана, в Средиземной ничего подобного проведено не было. Вот. И обратили внимание, что на самом деле светящиеся бактерии с понижением глубин до тысячи метров, допустим, и уже все меньше и меньше их становится и формируется вид один. Это фото-бактериум фосфорам. Чем глубже в поверхностных слоях другой вид с зеленым излучением и в теплых регионах у вас находится тоже этот вид. И вот на самом деле получилось так, что мы сейчас имеем дело с бактериями, которые, будучи симбионтами, на самом деле свободно живущие, это те, которые были симбионтами, но, пардон, через кишечник попадали в среду, и на микрочастицах органики, они на самом деле существуют, как понтонные или свободно живущие. Смотрите сюда, и все, вот они у вас морские виды, причем много из них дублируются, на самом деле, это хитрая очень классификация, которая лжива немножко, поэтому я прошу вас учесть, что то, что мы даем, это мы даем, то, что на самом деле общепринято, как-то классика, сейчас, на самом деле, немножко все изменилось, особенно с введением генетической геносистемации. И вот среди этих морских бактерий все они хорошие, веселые, хорошо живут и светят на поверхности мертвых останков, фотофорах, световых органах. Но вот этот вот один не очень, в общем-то, симпатичный, это холерный вибрион пресноводный, который у нас выделяет токсин и вызывает заболевание холеры, но он светит тоже. Вот такой симпатичный тоже очень холерный вибрион. И, наконец, есть еще земноводные светящиеся бактерии, которые являются паразитами почвенных нематод. Они сидят там, ксенорадус люмине или фоторадус люминесенс, они наиболее поздние открылись, были, и они малоизвучены. Тем не менее, ребятки, вот в морской биогенесценции вот эти паршицы дают нам на самом деле свечение не только собственной, но и свечение рыб, медуз, ой, не медуз, этих сам, кальмаров, губок и оболочников. Как бы вот сейчас так считается. Ну, я не очень в этом уверен, что этим ограничивается. Это вот у них. Теперь смотрите на, тут есть у нас свободно живущий, и вот я обращаю ваше внимание на сапрофит. Что такое сапрофит? Это те, что на самом деле могут жить на поверхности гниющих на останках каких-то, понимаете? И вот свечение на самом деле мертвых останков на берегах или плавающих останков в морях океана вызвано тем, что светящиеся бактерии сидят на поверхности этих объектов и светят они, не сами эти несчастные бедные туши китов или кого-то еще, акул. Это светят бактерии, которые на них поселились или там на крабах или на каких-то других. Понятно, ребятки, вот это вот важный момент, это уже не так важно, это у вас ерунда. И вот сейчас на самом деле большое достижение по светящимся бактериям, как представленным, так симбиотическим, которые дают биолеминесенцию в море, это то, что мы раскрыли генетическую карту. И следом за этим шагом стала возможность уже конструирования с помощью биолюминесцентной системы этих бактерий за счет клонирования этой биолюминесцентной системы в другие объекты от обычной кишечной палочной до более серьезных объектов растительного и животного происхождения стала возможность на самом деле появилась возможность получать светящиеся объекты. Зачем это делалось? Вот генетическую карту, да, интересно. Да, мы должны узнать, что вот альфа и бета субъединиться, у нас кодируются генами А и Б. Да, есть вспомогательные гены, кодируют образование субстратов. этого дела. Но на самом деле все это интересно с точки зрения этих самых бактерий, которые светят. Но когда мы научились, выяснили этот генетический материал, мы стали клонировать эти гены в другие объекты. Зачем? А все очень просто, ребят, и ленивы мы до омерзения. Мы не хотим заниматься тяжелой работой, анализом, активностью тех или иных ферментов по образованию продукта во времени с тяжелыми ошибками и так далее. А тут регистрация света, понимаете? Все просто. У вас есть аппаратура, которая регистрирует интенсивное свечение, значит, вы за процессами будете наблюдать по эмиссии света. Значит, отклонировать гены, которые являются лампочкой, вы на самом деле эти гены пришьете к другим генам, которые вам важны для тех или иных процессов и они будут выполнять функцию маркера и по световой эмиссии вы будете следить не за ними, а за активностью других генов. Вот так сейчас это дело развивалось. И он в настоящее время, ребят, я хочу вам сказать, я иду таким крупными мазками, что вы поняли, что на самом деле все далеко не так. Вот. На самом деле осталось сейчас огромное достижение сделано в молекулярной генетике в генной инженерии, где благодаря тому, что есть вот у нас бактерный светящийся объект из медуз, из гидроидных полипов, из светящихся бактерий, мы теперь имеем огромное количество разнообразных объектов светящихся. И более того, пять лет тому назад, благодаря тому, что удалось идентифицировать и клонировать гены из медуз, Нобелевская премия была вручена такому японскому исследователю Шамамори по химии за открытие так называемых флуоресцентных белков и технологий их сшивания с другими генами и клонирования с другими объектами. Большое спасибо Анвару Джураевичу за лекцию. Тема получилась насыщенной. И у нас буквально несколько минут до начала следующей лекции. Продолжение следует...